Дабы проверить их в деле. Экнандес Экнандес это глава судейской бригады ВАР. И мы ждем начала матча. Итак, Реал Вальядаль в Вальядалиде. Начало встречи 27-го тура испанцев. Реал не был бит так жестоко и на самом деле так по делу уже очень-очень давно. Фиксалари применит примерно то же самое описание. Но недавно подписали дурь против Луки Модлыча. Но пока не об этом. Пока контратаки Вальядалида, которая развивается очень стремительно, но довольно спокойно здесь сыграл начо. Мощрадных стен. Адриасола. Бензима. Разыграна хорошая стенка на правом фланге. Подача на дальнюю штампу. Надежно действуют игроки Реала. Начо опять перехватил мяч. Теперь прострел с другой. На своем земле сейчас Мадридская. Опа, какой момент. Адриасола фалит. Получает желтый. Промакивается. Рубен Алькар. Пошел вперед. Сейчас Алькарас. Передачу делает прострельную. Опасно. Голстрел. Здесь все было сыграно по правилам. А вот в момент изначальной передачи я не уверен, что все было. Если бы Регелон знал, что Сибаев зашибется в приеме, он, наверное, не галузкал постриховать своего партнера. Он был уверен. Не будет. Его накрывают на левой бровке атаки Вальядолида. Подача и сейчас будет еще. А вот теперь подача Митчелла. И это гол. И этот гол, который тоже не засчитан. Винни-Поле. Передача налево на Регелона. Наверх штрафной площадь. Через всю штрафную мяч пролетает. Идрит. Навес на дальнюю штангу. На дальний угол вратарский. Здесь Казимир даже не ступил в борьбу. А вот того, что впереди, пока мы не видим, какие есть варианты. Пропускает мяч очень здорово на Бензима. Сибайо суда с левой ноги. И атака Реала, которая планировалась как атака с хода. Да, не Сибайо здесь спорит за мяч очень ожесточенным. Подстроен физически и психологически неделя. Не может сейчас. Загавайте. Будто будет навешивать. На самом деле нашел вариант с Сибайо. Сибайо получил обратную передачу. Очень долго подбирал ногу для удара. Такое впечатление, что Алькар спасает направо. Мяч доходит до Кекло. Еще одна подача в штрафную площадь. И вот этот гол уже засчитан стопроцентно. Было видно, что всяких возможных офсайдов Валидолит здесь избежал. Празднует Ануар Тухами. И опять проникающая передача в штрафную становится не берущейся для защитников Реала и для Тибо Куртуа. Точно. Праздник на улице Валидолида. Тем временем праздновать футболистам некуда. Некогда. Начо. Штрафной выполняет футболиста Валидолида. И дело доходит до удара. Поворотом. Углового не будет. Тибо Куртуа спокойно. Некогда смело пошел вперед, даже решил срезать угол. Видимо, это было чрезвычайно. В сегодняшнем матче Тони Кросс закручивает мяч с правой ноги на 11-метровую отметку. Варан борется с двумя защитниками соперника. Голубличан Зимир, естественно. Он тоже человек, который здесь будет в начале атаки участвовать самым непосредственным образом на цветах. Патерноформенный стадион. Другой форма в городе Масипа. Навес Казимира. Не дают бить, но он все равно бьет. И Варан заталкивает мяч каким-то чудесным образом в сетку ворот Валидолида. 1-1. Есть претензии у игроков-хозяев по поводу забитого гола. Ну, в конце концов. Неплохо атакует Валидолида Флангас. Прострел Ригелона. Там сразу два отскопа. Далее поперек поля. Казимира. Подача в управление Бензима. Бензима ждал на. И вновь у Хорвата. Право розыгрыша. Хороший прострел. И рикошет, который не подступится к луке Модрича. Еще и стенка хорошая получается с Карилом Бензима. И обратную передачу Модрич замыслил. Пятка и вновь. Ригелон на Сибаеса. Модрич. Ригелон. Попытка прострела. Который. Зимирон на Бензима. Хорошее ускорение сейчас демонстрирует Адриасола. Передача. Промахивает. Модрич. Адриасола. Уцарапывает мяч. Пытается сделать прострел. И мяч подкидает Модричу. Бывает так, что и Модрич неудачно обрабатывает мячи. Потеря. Грустов выдыхает. Ну а теперь подача углового. Мячел. Навес. Зима. Сибаес сделал передачу. Опасного удара дело не дошло. Передача на Кросс. Оффсайда нет. И сейчас подача с рикошетом. А дальние штанги пытался замыкать Казимира. И сейчас старается не терять концентрацию. Навес Тони Кросса. Варан играет головой. Отскакивает мяч Кассенсио. И в конце концов оказывается в руках у Хорди Массида. Антони Лето. Точный перевод на правую бровку. Здесь получает передачу от Регелона. Находится в правильном положении относительно офсайда. Бензима. Хороший перевод налево. Здесь Регелон в гордом одиночестве. Попробовал сделать так, как... Ни в чем не уступает мадридскому Реалу. По части даже создание голевых моментов. Валидарид смотрелся здорово. Мира 14 в опорной зоне. Модридж 10. Тони Кросс в 8-й в центре поля. Ну и в атаке Ассенсио заключительный в этот день для Валидариды и Реала. И все в составе. Поскольку серьезных турниров задач перед командой уже не стоит. А здесь что? Вот где интрига. Бьет. Гол. Реал выходит вперед. 2-1. Под проклятие от болельщиков Валидолида. Карим Бензима празднует этот успех. Квардиола. Казалось, очень глубокая позиция. Делает передачу штрафную не лишнюю. Ирина Лидин. Ага. Пять футболистов Валидолида. Штрафную площадь Реала. Навес. Плано. Для того, чтобы подхватить этот мяч. А он несется теперь с ним по правой бровке. Начи к нему не успевает. Адриасол уже в штрафной площади. Далеко отпустил. Далеко. Интенсивность этой игры опасна. И как здорово забрасывает мяч сейчас. Забрасывается мяч сейчас. Ну и есть. В углах стадиона. Да, мы видим фиолетовое кресло. Немалое количество покрытой дистанции потратили на то, чтобы добежать до углового флажка. Навешивает. И не зря ведь навешивает. И не зря туда бегает. Карим Бензима. Три стандартных положения. Два угловых и пенальти. Помогают Реалу забить три пока гола. К 59-й минуте в ворота Вальядолида. Вот оно индивидуальное мастерство. Настраивайся. Вкладывай душу. Показывай симпатичный футбол. А ведь все равно в составе соперника есть Бензима, который сделает результат. Как доволен капитан Реала. Одного его оставили. Грех было просто невозможно. Левый фланг. Там мяч потерян. А вот блестящий прием и опасный момент. Снова на острие оказывался тухами. В центр Бензима слева от него. Впереди еще есть Данисибаис. Но выбран вариант передачи на Адриасолу. Бензима за Вальядолида в 14-й матче. А вот сейчас может быть момент для еще одного. Удар по воротам. Это наносил. Подача на ближний угол вратарской. Черной штрафной площади. Прорыв по правому флангу. Удар по воротам. Рикошет. Мяч не залетает в ворота. Я, скорее, посмотрю, как эрагирует автомат. Такое ощущение, что у нее сил довольно много, чтобы атаковать. Навес. Как раз относительно именно ему. А вот это вот как вам заброс. Асенсио. Удар. Прострел, скорее, был. В общем, это Тонито. Кеко. Не было скорости у Кеко. Не было прострел. Подача. Мяч выбивается, но недалеко. Начал ловит его в пределы штрафной. И удар. Тонито отрабатывает в обороне. Модрич в свободном пространстве получает мяч. В штрафной площади обыграл соперника. Пробил. Забил четвертый мяч. Разгромным становится счет. При неразгромной игре Ряу мастерством берет свое. 4-1 и выливая победа может считаться свершившимся фактом. Лука Модрич.